Выбрасывают, убивают или подбрасывают. Все чаще в СМИ стала появляться информация о женщинах, которые избавляются от новорожденных детей. Только два дня назад мы рассказывали о двух таких случаях. В первом мать выбросила мусорный контейнер своего малыша. Во втором женщина принесла ребенка на крыльцо роддома и скрылась. Что же происходит в их головах? Можно ли объяснить это поведение с медицинской точки зрения? Эти вопросы мы решили адресовать психологу, который ведет прием в психотерапевтическом медицинском центре «Селебриум» Сергею Михайленко. Сегодня он гость студии «Шестого канала». Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, объясните, пожалуйста, с точки зрения людей всегда это резкий негатив, когда мама таким образом избавляется от своего ребенка. Но с точки зрения медицины есть ли логическое объяснение такому поступку женщины? Да, безусловно, объяснение есть, так как такое поведение не берется ниоткуда. Это не всегда спонтанные поступки. Поэтому это накопившееся времени, напряжение, эмоции, которым не было выхода. То есть мама копила будущая мать, а потом уже мать скопила в себе днями, месяцами это напряжение. И когда ребенок появился, она от этого напряжения путем выбрасывания, как бы это грубо ни случало, ребенка старается избавиться. А что может стать причиной этого напряжения? Чего оно копится? Все просто. Проблемы в семье, проблемы с мужем, с родственниками, непонимание, нежелательная беременность, неумение строить отношения. То есть та же беременность требует систематической работы над отношениями, над отношениями мужчины, над отношениями женщины. И так как эта работа не ведется, то беременная-беременная. Поэтому, когда уже подходит время к родам, то уже начинаются такие проблемы, то есть уже проблемы назревают и происходит взрыв. Я понимаю, что вы не юрист, но тем не менее практика показывает, что чаще всего такие женщины, которые именно новорожденного ребенка либо отдают, избавляются от него каким-то образом, не несут реального наказания за это. Почему? То есть как можно вот это объяснить с точки зрения закона? То есть что это? Какой-то гормональный взрыв или что? Насчет законодательной базы я здесь утверждать не буду, но насчет состояния женщины могу сказать точно, что как раз первые 100 дней это самые тяжелые. Потому что психологически идет принимание новых социальных ролей. То есть если женщина раньше была просто женщина, девушка, чьей-то дочкой, то сейчас она становится матерью, на нее возлагаются дополнительные обязанности. То есть, соответственно, раньше она заботилась только о себе, то сейчас появляется ребенок, о котором нужно следить, заботиться. И такого, что я сделаю это завтра, послезавтра отложу, ну вот как бывает такое, ну а потом не оставить. Ну вот, по-моему, на собственном опыте природа все так устроено, что когда у женщины появляется малыш, она как-то сразу меняется и внутренне. То есть она готова к этому, природа ее подготовила, и она хочет за ним ухаживать. То есть получается, женщина, которая избавляется от малыша, она ненормальная? Ненормальное какое-то течение постбеременного состояния, послеродового состояния? Природа закладывает на нас одно, да, стремление заботиться, вообще наша цель жизни, это потомство, которое продолжит наш род. Но, к сожалению, не все женщины, не все девушки проходят это воспитание, то есть взросление, то есть не все понимают вообще, зачем это. То есть психологически, может быть, женщина не готова к беременности? Да, потому что давайте не будем забывать, что у нас большинство родов происходит по причине незапланированной беременности. То есть у нас сейчас крайне мало женщин, которые рожают именно потому, что они хотели. Потому что у нас незапланированная беременность преобладает. Отсюда и статистика по разводам, по всевозможным проблемам, ну и семейным отношениям, ну и, соответственно, в самом пагубном таком случае, это вот такие вот новости, которые мы услышали на этой неделе. Ну а кто же должен женщине помочь? И что в поведении женщины должно насторожить, наверное, ближний круг для того, чтобы обратиться к специалисту? И к какому специалисту? Помогать должны окружающие, помогать, как мой опыт, как опыт нашего центра показывает, то есть мы сталкиваемся с такого рода проблемами каждый день, требуется помощь всего окружения. То есть получается, что женщина родила, и она зачастую остается с этой проблемой один на один. В данном случае, когда подключается к проблемам ухода за ребенком помощь муж, когда подключаются близкие родственники, то эта проблема уже не кажется такой серьезной. Ну, я так понимаю, что в этом случае нужно, наверное, консультировать не только маму, но и всю семью, все окружение. Ну, безусловно, маму, безусловно, папу. Безусловно, у нас даже был курс, мы проводили для молодых отцов, которым предстоит стать папой. Потому что папа в данном случае, да, мама мамой, то есть на маме все лежит, но поведение папы тоже непосредственно влияет. И то, как папа будет себя вести, из этого и получается, ну, в итоге у нас, скажем так, здоровая или не совсем здоровая мама, которая потом является, ну, женщиной, она же как основа семьи, то есть ее эмоциональное состояние формирует в целом все состояние всей семьи. То есть, и, соответственно, если мама на пределе, у мамы нервы уже расшатаны, то о каком состоянии семьи мы можем говорить? Ну, ты как специалист, как считаете, если даже течение беременности нормальное, если в семье отношения ровные, хорошие, есть понимание, должна ли женщина готовиться психологически к беременности и к родам? Конечно, она должна готовиться, важно даже сама профилактика. То есть, женщина должна понимать, что ей предстоит, она должна стараться пробовать, примерить на себя эту роль. Да, скажите, пожалуйста, вообще, каков процент женщин, которые впадают в состояние послеродовой депрессии, что же им делать? Женщина понимает, что, ну, все, она устала, она больше не может. По статистике Владимирстата у нас от депрессии официально зарегистрировано страдает 20% женщин после родовой депрессии. То есть, пересчете на людей, на количество людей, это 2,5 тысячи человек в год, которые страдают. Но это я смею утверждать, что это лишь минимум половина тех, кто обратились, те, у кого здесь на выявили, потому что этой проблемой не занимаются. Это все решаемо. То есть, ну, безнадежных нет. То есть, говорить, что вот если женщина после страдает, после родовой депрессии, значит, она плохая или какая-то не такая, нет. То есть, у каждого своя психика, у каждого она особенная, но любая проблема, она решаема, ее нужно решать. То есть, резюмируя, можно сказать, что чем раньше женщина почувствует обратиться, тем легче будет выйти из этого состояния. Да, то есть, чем раньше, тем лучше. То есть, затягивать в этом случае нельзя, потому что любое затягивание ведет к последствиям. То есть, все мы знаем про молодых мужей, которые уходят налево, когда жена беременна либо рожает, про то, что там расколы в семьях. Зачастую именно вот эта точка Х, этот кризисный период, когда маленький ребенок, с него начинаются очень часто проблемы. Поэтому, когда эта точка отношений, если ее преодолеть в правильном русле, то тогда многих проблем на будущее удается избежать. Спасибо вам большое. И я напомню, только что мы беседовали с психологом Сергеем Михайленко.